Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube канале Про Цветок. Сегодня с вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. И речь пойдет об посадке озимого чеснока. Ну, некоторые огородники могут возразить, что Петр Николаевич, эта тема еще как бы очень рано. Мы садим чеснок в конце октября в начале ноября. Это в условиях нашей центральной части Белоруссии. На самом деле, я вас должен огорчить. Почему? Потому что если мы посадим чеснок где-то 15-25 сентября, значит, мы будем иметь очень хороший урожай. Из-за чего это происходит? Рано высаженный чеснок в такую теплую, еще прогретую землю, дает хорошую мощную корневую систему. Раз хорошая мощная корневая система, значит, он весной будет раньше прорастать. Мощные корни дадут мощные ростки. Раз будут мощные ростки, значит, будут и мощные хорошие луковицы. Если мы будем высаживать чеснок уже в более позднюю пору, что происходит? Чеснок наш начинает только-только укореняться, начинает выпускать корышки, почва начинает замерзать. И весной чесноку приходится выполнять две непосильных работы. Первая работа – это наращивать корневую систему, а вторая – уже все-таки весна. Надо расти вверх. Поэтому, соответственно, чеснок, разрываясь между ростом вверх и наращиванием корневой системы, уже никогда не даст полноценного урожая. Любой самый хороший сорт при поздней посадке будет вырождаться. Вот основное заблуждение наших огородников. Конечно, некоторые могут сказать, мол, чеснок при ранней посадке может прорасти. В моей практике такие случаи были. И мой многолетний опыт показал, что если чеснок даже прорастает зимой, он может дать и один, и два, и даже три листа, как бывает особо теплая осень. Ну, они замерзают, смерзают, но тем не менее, чеснок, который выпустил листья, весной выпускает новые ростки и опять за счет мощной корневой системы очень быстро восстанавливает потери, дает очень мощную листовую поверхность. Ботва чеснока доходит до одного метра в высоту. А хорошая ботва – это залог образования хороших луковиц. Следующее заблуждение наших огородников. Как бы садят чеснок, сортового чеснока существует много, почти 500 сортового чеснока существует. А многие, как бы, сорта уже не знают, давно уже это все забыто. И садят, значит, весь чеснок в перемешку. А делать так нельзя. Почему? Чесноки, ведь, бывают, которые безстрелочные, безстрелочные чесночки, которые не имеют стрелку. Вот эти чесноки, по сравнению с теми чесноками, которые имеют стрелку, они созревают почти на 2-3 недели раньше. Поэтому, если мы посадим чеснок весь так кучен, значит, мы уже будем затруднена уборка. Потому что этот чеснок уже будет готово убирать, этот чеснок еще не очень готово убирать. Следующее заблуждение. Значит, для посадки мы будем отбирать только самые крупные луковицы. Самые крупные луковицы дадут нам хороший урожай. Можно, конечно, использовать и мелкие луковицы. Мелкие луковички у нас могут образоваться, когда такие луковички образуются? Если мы чеснок оздоравливаем, выращиваем из воздушных бульбочек. Сеем воздушные бульбочки, и вот луковички такие могут быть и мелкие. Это тоже вполне нормальный посадочный материал. Ну и следующее тоже, как бы, есть такая очень большая ошибка. Значит, луковицу разбирать на зубки необходимо в день посадки. Ни в коем случае не стремитесь делать это раньше. Потому что луковицы, которые где-то пробыли 2-3 дня, зубки за 2-3 дня до посадки отделены. Они очень подсыхают, и потом они очень плохо всходят. Вот следующая ошибка, еще одна ошибка, которую делают наши огородники. Ну, во-первых, так. Смотрите. Мы рассортировали сорта без стрелок, сорта со стрелками. Дальше мы сделаем самый простой отбор так. Фиолетовые отдельно, с белыми луковицами отдельно. Почему? Потому что разные сорта чеснока, даже со стрелками, которые имеют разный срок созревания. Они могут быть ранние, средние и поздние. Если мы будем высаживать чеснок хотя бы по окраске чешуй, у нас есть гарантия, что у нас срок созревания будет хотя бы более-менее одинаковый. Не придется, что одни чесночины готовы копаться, вторые еще не готовы. Ну и вот эту чесночину, когда мы будем разбирать. Смотрите, что может получиться, если мы будем разбирать чесночину. Начинаем чесночину разбирать. Значит, я объясняю, что в день посадки. Ну, градку мы будем готовить, я чуть позже расскажу. А почему расскажу чуть позже? Потому что наш чеснок, когда будет подготавливаться к посадке, мы успеем сделать градку. Значит, мы начинаем отламывать зубки. Мы отламываем зубочки чесноков, которые со стрелками, все зубки расположены в один рад. Поэтому их все используют на посадку. А вот чесноков, которые без стрелок, видите, мы используем только наружные зубки. Средину мы как бы не используем. Почему? Потому что средина в этих чесноков дает как бы меньше урожай, меньше луковицы. Поэтому вот сразу размер луковицы уже прогнозируется при посадке. Знаете это. Далее, что самые крупные зубки дадут самые крупные луковицы. Чем зубки мельче, тем луковица будет мельче. Это закономерность. Поэтому соблюдать очень-очень просто, если вы имеете. Отламываем зубочек. Отломали зубочек, смотрите. И надо очень обращать, чтобы у нас на этом зубочке не остался кусочек старого донца. Если кусочек старого донца остается, значит, он препятствует поступлению влаги. И наш зубок будет живой, находиться в почве до самой весны, но он не прорастет. Вот почему иногда бывают изреженные всходы. Что огородник не обращает внимания, что на донце зубка остался кусочек старого донца. Разломали и проверили. Если есть кусочек старого донца, значит, мы его весь просто удаляем. Можно удалять ногтями, можно взять ножик и ножиком аккуратненько снять это старое донце. Оно не должно быть на поверхности вашего зубка. Ну и вот дальше ошибка следующая, которых наш огородников. Взяли чесночок, разделили, какую-то тару, мисочку высыпали и садят. А делать так тоже нельзя. Почему? Наш чеснок будет находиться в земле. И на него будут посягать, как и болезни родительные, как вредители. Поэтому материал, весь посадочный материал чеснока, необходимо обязательно-обязательно протравить. Что можно порекомендовать для протравливания чеснока? Для протравливания чеснока можно порекомендовать такие препараты. Берем препараты, которые от болезней. Это метоксил, это максим, это пинкоцеп. Любой из этих препаратов прекрасно подойдет для протравливания чеснока от болезней. Растворяем согласно инструкции. Но на наш чеснок здесь будут посягать не только болезни, а та же луковая мусора, те же и пошлообитающие вредители, различные хрущи и проволочные тоже могут повредить наш чеснок. Поэтому будем обрабатывать от вредителей, также делать раствор, так называемый баковый смесь, от вредителей. В качестве баковой смеси мы можем использовать аллатар или фитоверм, это биологический препарат. Но, поняли, мешаем согласно инструкции, баковый смесь, эти препараты смешиваем, и туда будем замачивать наши луковички, зубочки чеснока. Но если у вас нет вот этих препаратов под руками, что у вас есть, это всегда доступно, если у вас нет, это очень легко и быстро сделать на любой даче, это зола. Зола может быть не только древесная, зола ведь можно спалить различные какие-то сорняки сухие, спалить какие-то веточки, у вас получится прекрасная зола. 300 грамм золы на 10 литров воды, это прекрасное дезинфицирующее средство как от болезней, так и от вредителей. Помните, что это средство очень доступное. Значит, мы делаем какую-то емкость и раствор, мы сделали раствор, уже наломали зубки. Как мы будем мочить? Смотрите, тоже очень просто. Берем мешочек со спонбонда, он хорошо пропускает влагу, берем обыкновенный камушек. А почему камушек берем? Чтобы был противовес. Наши зубки легкие, если просто мы опустим в раствор, они будут все плавать. Вот поэтому в сам мешочек мы ложим камушек, это наш противовес, который будет тянуть наш мешочек на дно. И наши зубочки мы все закладываем, все зубочки закладываем в наш мешочек. Завязали и опускаем нашу емкость. Ну вот смотрите, следующее заблуждение наших огородников. В чем? Значит, в этом растворе зубки должны побыть где-то 5-6 часов. А многие они делают, опустили, даже тот же раствор золы, тот же раствор, что рекомендовал этой химии, опустили и через полчаса достают. Полчаса это очень недостаточный срок. Где-то 5-6 часов должно пройти от того, как мы замочили до момента посадки наших чесночин. Тем временем, пока наш чеснок будет обрабатываться в нашем растворе, чем мы займемся? Правильно, мы начнем готовить градку. Как готовим градку? Чеснок очень любит перегной. И для того, чтобы иметь хороший урожай чеснока, на один квадратный метр надо внести не менее 5 кг перегноя. Можно даже 10 кг внести. Значит, мы рассыпаем перегной по поверхности градки, рассыпали и заделываем. Глубоко заделать не надо. 15-17 сантиметров от поверхности почвы заделка перегноя очень-очень хорошо. То есть, или вилами, или лопатой перекапываем на небольшую глубину. Перекопали. Дальше мы будем, конечно, землю барановать. Но, смотрите, следующее заглуждение наших огородников. Чеснок, и что, нельзя сразу высаживать в эту почву. Какая бы она у нас хорошая не была. Чеснок, это культура, которая любит шелочные почвы. То есть, известковые почвы. Если у нас, как у нас в Белоруссии, почвы кислые, значит, хорошего урожая чеснока без известкования получить трудно. Но известковать всю площадь смысла нет. Что мы будем делать? Мы делаем родочек. В этот родочек мы берем, высаживаем зубки чеснока. Значит, расстояние между родами 25 сантиметров между родами и 15 сантиметров между растениями. Если зубки мельче, значит, мы можем садить зубки 60 сантиметров между растениями. Но не гуще. Потому что более густая посадка никогда не даст нам возможность образовать больших луковиц. Ну и вот высаживая зубки, мы зубки в какую-то тарелочку высыпали, мы их будем высаживать. И вот, обращайте внимание, что зубки одинакового размера должны высаживаться в одном родочке. То есть, в одном родочке садим сразу самое крупное, потом помельче, потом помельче. Почему? Потому что зубки разных размеров имеют разные сроки созревания. Самые крупные луковицы из крупных зубков созреют раньше, а из мелких зубков созреют даже, может быть, на две недели позже. Поэтому обращайте внимание также на этот нюанс, чтобы потом облегчить себе уборку. Зубки посадили, и каждый родок, я обязательно что делаю, беру, присыпаю. Беру доломитовую муку, и доломитой мукой или залой, что есть в наличии, каждый родок обильно присыпаю. Слой где-то 2 мм, 2-мм слоем засыпаю весь родок. Также в родочке, обязательно при посадке озимого чеснока, я добавляю удобрение амофос. Немного, примерно столовая ложка на 1 погонный метр. Добавляю амофоса. И после этого заделываю, засыпаю землей. Засыпал землей, но так, как мой участок, находится в таком защищенном месте, и чеснок растет там, где есть снег постоянно, значит, мне больше ничего предпринимать не надо. Но бывают уже такие ситуации, что участок находится где-то, место незащищенное, снега там нет. Есть такие места, где тридуют часто, снега там нет. Для того, чтобы ваш чеснок не вымерз, опять же, глубина посадки осеннего чеснока 8-10 см, считая от верха зубка. Не от донца, а от верха зубка. 8-10 см зубок садим мы на такую глубину. Если у вас есть возможность вымерзания чеснока в зимнюю пору, значит, мы будем чеснок на зиму укрывать. Что можно порекомендовать в качестве укрытия? Это может быть солома, это может быть соломистый навоз. Но если у вас нет ни соломы, ни соломистого навоза, или бывают очень частые ветра, которые могут просто-напросто сдуть ваш материал с ваших посадок, воспользуйтесь очень простым способом. Значит, посадили чесночок, сделали родочки, и между радиях чеснока посейте овес. Да-да, самый обыкновенный овес. Овес до заморозков хорошо взойдет, это один нюанс. Потом его уже как бы ветер не выдует. Когда станут снега, морозы, овес ляжет на землю. И он будет надежно защищать вашу посадку чеснока до самой весны. Попробуйте, вам это понравится. К весне овес начнет подгнивать, но за счет того, что масса овеса будет находиться на поверхности, он будет защищать почву от иссушения. Поэтому почва под чесноком будет рыхлой, на ней после зимы не будет трещин. А раз не будет трещин, значит, все работы по уходу за чесноком, то есть рыхление, вы можете отложить на более позднее время. В наших условиях проходит почти на месяц позже. Градкам, где был защищен овес в качестве культуры, которая защищала чеснок от заморозков, от морозов зимних, мы на целый месяц позже начинаем обработку почвы. Это также очень немаловажно, это экономит ваше время. Так что вот учите эти простые советы и хороших урожая, чтобы ваши луковицы были еще побольше, чем у меня на моем участке. Хотя длинные луковицы на моем участке достигают по 180-200 грамм. Хорошего вам урожая, смотрите наш YouTube канал, подписывайтесь. До новых встреч, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин